В марте 1931 года началась история газеты «Время». Правда, нынешнее свое название издание получило в августе 1991 года. На пять лет младше города Щелково газета была основана, как и многие печатные издания, для оповещения и освещения событий, происходивших в то время. Газета начала выходить в 1931 году, и тогда она называлась «За ударные темпы». В течение 85 лет, естественно, название менялось много раз, потому что менялась жизнь. Менялись названия сообразно времени. Первая «За ударные темпы», затем сменилась на «Коммунист», после носила призывный «За коммунизм». На столе у главного редактора Дениса Макеева памятный образец – первый номер газеты. Вот у нас есть такой планшетик, это первый номер газеты. Вы видите, что актуальна на тот момент информация, и крепче нажмем на кулака. Кстати, очень достаточно хорошо написано, и такое видно требование времени, и газета на него отвечает. Сегодня общественно-политическая газета «Время» отвечает современным требованиям. С 2015 года Щелковское информагентство, к чему теперь, собственно, и относится газета «Время», стабильно входит в тройку лидеров по количеству переданных новостей о Щелковском районе в региональное информационное агентство Московской области. Активно ведется работа в соцсетях. Выходит газета в средненедельным тиражом 10 тысяч экземпляров. Распространяется во всех городских и сельских поселениях района. Соучредители газеты администрации района городских и сельских поселений при всех политических расстановках во все времена существования самым важным и главным для всех, кто трудился в редакции газеты, остается приоритет – работать для жителей, достоверно отражая жизнь и события в Щелковском районе. «Всегда на наших страницах находились и уделялось большое внимание именно жителям района. Такая страница района и его жители, где рассказывается о достижениях простых людей, о том, как строится жизнь предприятий и так далее». Первое, что ощущаешь, заходя в редакцию газеты «Время», это невообразимый, непередаваемый и приятный аромат свеженапечатанной газеты. Вот здесь можно увидеть новый выпуск, в который сотрудники, как всегда, вложили всю свою душу и профессионализм. Коллектив – несомненно главное достояние времени. Уникальность сочетаний опыта и молодости здесь показательна. Так, Ольга Рожкова пришла в редакцию 21 год назад, 13 января. Тогда, признается она, время было другое. Вместе с газетой менялось многое. Менялась и сама жизнь. «Ну, эта работа, она стала моей жизнью. Я настолько благодарна судьбе, что выбрала меня судьба журналистом, что стала я журналистом. Я же и университет закончила уже работой в газете. То есть, газеты, я не знаю, но это большая часть моей жизни и очень счастливая часть». Сергей Будаченков – сотрудник молодой, работает чуть более трех лет. Однако, должность у него вполне обязывающая. Заведующий отделом общественно-политической жизни. «Во втором поколении в своей семье пришел в журналистику. Я знал, что меня ждет. Именно в газету нацелено шел. Поэтому для меня эта работа любимая. И, наверное, никогда ее… Надеюсь, что никогда ее не брошу». А вот за то, как, собственно, выглядит издание, отвечает Елена Котова. В ее руках верстка газеты. «Каждая газета – это каждое детище. Это ребенок, который ты ждешь, когда его привезут из типографии. С нетерпением рассматриваешь, что ты сделала не так. Оцениваешь какие-то свои, может быть, недочеты или чем-то. Приятно удивлена бываешь». Вот так и работают. Пишут, рассказывают, сообщают, информируют, разделяя каждое событие с жителями. В общем, творит, не теряя времени, дружный и талантливый коллектив.